У нас была передача, одна, времечко, времечко называется, в Москве, на центральном канале, я уже не помню, и меня туда приглашали часто, там одна была такая передача, посвящена неизлечимым заболеваниям, ну каждый там как бы высказывался, как он опыт свой, там меня тоже спрашивали, так как я такой профессиональный болтун, им нравилось, поэтому они меня тоже приглашали, ну там были именно такие серьезные врачи, одна женщина там, она возглавляла, и сейчас наверное возглавляет, ну, один из серьезных медицинских учреждений в Москве, и она заболела неизлечимым заболеванием, она рассказывала свой опыт, она начала молиться Богу для того, чтобы вылечиться, и ей приснился сон, что ей надо было поехать на две недели в какой-то в Европе храмовый комплекс, там есть гостиница, она должна была там жить, ходить на все программы службы, и якобы это должно ее вылечить от этого заболевания, она пробовала уже все, у всех своих друзей, специалистов в Москве, никто им не мог помочь, она поехала туда, причем представляете, она не знала вообще, что есть этот храмовый комплекс, что там есть гостиница, ничего она этого не знала, это ей все приснилось, она потом на карте все это нашла, а представляете, оказывается, что все это есть, это все существует, она тут же туда ломанулась, приехала, пожила от вам две недели, помолилась, и у нее прошло ее заболевание, которое должно было ее привести к смерти. И что, думаете, это ей так вот повезло? Нет, это закономерность, потому что там, где люди молятся Богу, там атмосфера настолько чистая, что человек, просто находясь там, он очищается от всех страданий, и просветление происходит, и силы получает человек, необходимые для победы. Ну, допустим, вы не знаете, как дальше жить, у вас как бы все в голове, в башке, как бы все перепуталось, идите в гостиницу какую-то при храме, поживите, ну, допустим, пусть это не ваша даже вера, не важно, побудьте там, походите на духовные мероприятия, и вы увидите, как вам станет легче, голова просветлеет, и у вас все по полочкам сложится, и вы сможете понять, как вам дальше жить. Понятно, да? Я вам рассказываю сейчас вещи, которые очень простые, но люди настолько не понимают этого. Я вам приведу свой пример. Когда мне очень тяжело, я не могу ничего с собой сделать, потому что я сильно устаю иногда, у меня нет сил, я еду просто в святое место, все бросаю, и там просто молюсь по 6 часов, по 8 дней. Потому что там есть энергия, есть возможность молиться, я там оживаю сразу, мне лучше становится. Через 2-3 недели камень слетает, все, я такой, и все, и вперед. В святой воде стою тоже, в Ганге, иногда очень сильная вещь вообще. Знаете, бывает такая, целые реки святой воды. Вот Ганга такая, представляете, целая река святой воды. У меня у одних знакомых, сын купался в Ганге, и, ну, как бы, он, там бывает такое, что очень быстрое течение намывает песок. И непонятная глубина. Он нырнул, и прямо головой в песок воткнулся. И мгновенная смерть. То есть, сломал шею, мгновенная смерть. 18 лет. Они ко мне приходят. Говорят, куда пошел ребенок? Я начал медитировать, смотрю, Ганга очистила полностью его от кармы, и он уходит в духовный мир. Представляете, то есть, как святой человек, только святые люди уходят в духовный мир. Духовный мир там, где нет смерти, страданий. Представляете, просто в Ганге утонул. Ну, это нельзя, вот если самоубийцы, то их Бог наказывает. А просто так получилось. Господь его забрал просто, и все. Хороший был парень. И они обалдели. Он говорит, Олег Геннадьевич, вы уверены? Я говорю, я вот абсолютно уверен. Прямо растворилась судьба в Ганге. Все. Представляете, святые реки бывают. Много чего не знаем об этом мире. Целые реки бывают, святые. Изучайте эту тему. Где брать силы? Понимаете? Мы все обесточены. В этом одна из главных проблем нашей жизни. Почему мы не действуем по своей природе? Почему у нас не получается ничего? Потому что нет сил. Дистанция в отношениях очень важна. И правильные выбранные отношения тоже очень важны. Вот, допустим, у вас близкий человек в благости находится. Близкие отношения. Дистанция минимальная. Откровенные беседы. Здесь уже не нужно только дети, работа. Говорите с ним о возвышенных вещах. Если он сам идет к Богу, работает над собой. Пусть даже разные веры не имеют значения. Понимаете? Человек невежества максимальная дистанция, человек страсти средняя дистанция, человек благости близкая дистанция. Теперь у вас есть начальник, допустим. Он вами руководит. Не надо строить с ним близкие отношения. Не надо обижаться, например, на него. Не надо... Ну, понимаете, о чем я говорю? То есть, что такое деловые отношения? Это деловые отношения, это отношения, в которых вы просто выполняете свой долг перед человеком и не пытаетесь, как бы, к нему приблизиться. Или, допустим, у вас на работе работники. Деловые отношения. Желайте всем счастья. Не приближайтесь близко. Но если вы начинаете близкие отношения с этим человеком, то должна быть только одна цель. Это самосовершенствование. Если будут другие цели, вы потом получите негативный результат. Например, вы вместе отдыхаете, да? Встречаетесь. То есть, вы приглашаете в кино друзей, в отпуск, там вместе. Вы вместе работаете, у вас своя тусня. Это называется дружба выходных дней. Запомните, это дружба самая скользкая и самая поверхностная. Кажется, что загадычные друзья. Потом вы им прополтались, какие-то сокровенные вещи свои рассказали. Потому что мы же друзья. И они чики-брики-брики-чикки. Всем этим воспользовались. Понимаете? Результат печальный. Почему? Потому что есть три типа дружбы. Есть дружба выходных дней. Есть дружба общего долга, общего дела. И есть дружба, сердечная дружба. Дружба выходных дней – это самая опасная дружба. Обычно родственники так дружат. Они встречаются, чтобы что-то отпраздновать. Это не значит, что это близкие люди. Не надо им откровенничать перед ним. Даже если это ваши родственники. Это не близкие люди, понимаете? Не надо с ними строить близкие отношения. Потому что близость у человека может быть, когда совесть одинаковая. Если вы о Боге можете говорить, о сокровенных вещах. Вот это и есть близкие люди. Как одна девушка мне сегодня сказала. Олег Геннадьевич, вы такой близкий человек. Это действительно близкие люди, когда они в одном направлении двигаются. Это близость, понимаете? Самая глубокая близость. Соратники называются. Теперь, если у вас, допустим, есть друг, с которым вместе работаете. Вы вместе хлебаете соль там с ним. Вы как бы сквозь... Ну, или соратник вместе воевали. Допустим, спасали друг друга. Вместе работаете, вытаскиваете из каких-то ситуаций. Это более близкая дружба. Но сердце этому человеку все равно вы не сможете открыть. Вы ему о вере своей насчете говорите. Он говорит, слушай, что ты мне мозги пальчишь? Давай поговорим о работе. Это лучше дружба. Там, ну, эти люди будут реально вам в жизни помогать. Они будут вас вытаскивать. Более близкая дружба. Но не такая, не настолько, чтобы побеждать судьбу вместе. Поэтому найдите себе друзей, с которыми вы будете иметь общие духовные интересы. Вот это и есть самая большая ценность в этой жизни. Муж и жена такими друзьями не могут быть до тем пор, пока они не разовьются как личности. Понимаете? Даже люди вместе духовной практикой занимаются. Между ними все равно будут отношения. Дети, работа, семья. Они даже не смогут поговорить о чем-то более высоком, потому что их отношения еще так не развились. Но с друзьями, которые идут этим путем, вы быстро такие отношения развиваете. Потому что чем больше ты хочешь от человека чего-то, тем труднее с ним близкие отношения развить. Вот это желание наслаждаться человеком встает стеной между близостью, понимаете? Но если вы ничего от человека не хотите, он от вас ничего не хочет, вы просто с ним говорите о Боге, о возвышенных вещах. Вот это и есть соратник. Вы с ним можете открывать сердце, говорить о чем-то возвышенном, но он вас всегда поймет, услышит. И такой человек в жизни очень нужен. Именно он облегчает судьбу. Если у вас камень на душе, вот такой человек, вы как бы с ним поговорите пять минут, и камень слетает с вашего сердца. Вот таким образом побеждает судьбу. Представьте, какой легкий метод. А еще лучше, когда есть старший духовный. Старший человек, это не тот, который на понтах вам рассказывает, как правильно. Запомните, духовно старший, настоящий старший, всегда ведет себя, как слуга. Он выслушает вас, даст совет, но себя при этом лучше вас не считает. И вы должны считать его лучше. Он принимает эту вашу точку зрения, но сам так себя не считает. Этот человек достоин быть наставником. Он не хочет от вас ни денег, ни выманивает, никакие пожертвования. Он просто заботится о вас, как старший брат. Это и есть чистые духовные отношения. Если вы сами, допустим, хотите там на храм пожертвовать, что-то другое, он говорит, да, да, это твое дело. И не лезет в это во все. У него никакой стратегии по поводу вас нет. Его сердце чисто, он хочет вам просто давать духовное знание. Вот только такие люди достойны быть старшими. Все, кто что-то от вас хотят, это не старшие. Не стройте с ним отношения. Лучше простой монах, который ничего от вас не хочет, потому что у него положения такого нет. И он вам лучший совет даст, чем тот, который от вас чего-то хочет. Или человек, допустим, вас тянет в свою веру. Это тоже неправильное отношение. Вера человека – это его свобода. Мы сами должны выбрать веру. Никто не должен нас тянуть в веру ни в какую. Вы дайте все это понять. Только сердце, когда человека само подсказывает, он туда идет. Это будет самый правильный выбор. Если вас кто-то там тянет, потянет, вытянуть не может, не идите туда, в эту сторону. Это неправильное мышление. Итак, я вам о чем сейчас говорю? Я о том говорю вам, что общение является самой важной частью жизни человека. Правильное общение. Допустим, у вас есть директор завода. Каждому человеку нужно развивать свое социальное положение, свой статус. Вы на дистанции от этого человека находитесь. Вы выполняете все свои обязанности перед ним. Не лезете в его характер, в его личную жизнь. Вам это все неинтересно. Надо понять, что директора завода ставит Господь. Власть принадлежит Богу вся. Это он за какие-то заслуги людей ставит куда-то. Большинство людей не справляются с властью и деньгами и портятся там на этом положении. Это самое большое испытание. Деньги и власть. Был нормальный человек. Назначили. Скосило. Понимаете, вас это не должно волновать. Вы должны знать одну истину. Что если вы уважаете человека за то, что его Бог назначил туда, то это значит, что вы будете подниматься по своей социальной лесенке. И Бог вас будет притягивать все выше и выше к тем рычагам, где легче иметь деньги, легче работать, легче жить. Больше ответственность там будет за других людей. Это происходит благодаря уважению своей Родины, своей веры, своих правительств. Один человек в Казахстане подошел ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, я в этой стране не могу быть успешным. Я талантливый человек, я на пять выучился, диплом с отличиями, все. Я не могу здесь развиваться. Я его спросил, задал один вопрос ему всего. Я говорю, вам мусульманская культура нравится? Он говорит, Олег Геннадьевич, вы прям в точку губаете, не нравится. Я ему говорю, вот смотрите, если у человека есть собака, и вы друг этого человека, собака вас загрызет или нет? Вот вы его любите, и вы стучите к нему в дом, это не моя выдумка. Я вам говорю сейчас, как работает жизнь. Вы любите человека, собака злая, может загрызть. Вы любите этого человека, вы стучите, дверь открыта, вы открываете, собака не на цепи. Она к вам бросается и по тормозам. Почему? Потому что вы любите хозяина, и она любит хозяина. Вот точно так же во всем Казахстане каждый административный работник по запаху определит, что вы не любите мусульманскую веру, и никто вас любить не будет, потому что вы против всей среды, в которой вы живете, восстали. Или уматываете отсюда, или полюбите. Каждая собака будет на вас рычать. О, точно, точно, я понял. Чувствуете, о чем я говорю? Точно так же это страна, точно так же это правительство, точно так же это христианская культура, понимаете? Примите все, что вокруг вас, живите с уважением к тому, что Бог дал здесь, в этой среде. Даже я вот, допустим, у меня не мусульманская, не православная вера. Я люблю эту культуру, уважаю. И все, у меня нет препятствий в жизни здесь, в этой стране. Нет препятствий вообще никаких. Потому что я свой человек, не чужой. Хотя мне некоторые говорят, он чужой, чужой, он заманивает всех в свою веру, он тайно это делает, незаметно. Вы заметили, как я незаметно вас заманиваю в свою веру? Нет? Ну, я так не чувствую себя. Я чувствую себя очень комфортно здесь, в этой стране. Почему? Потому что я свой. Когда человек начинает уважать старших, он поднимается по социальной лесенке, ему не надо так много работать, понимаете? Вы хотите успеха в жизни? Знаете, в этом успех. Если вы начинаете уважать культуру, правительство в этой стране, никогда не поддержите беседу, в которой слюна идет по поводу того, что здесь происходит. Вы скажете, ну, надо как-то менять же это все, да? Ну, ведь, ну, воруют же. Ну, как бы, воруют, взятки берут, как бы, нажимаются на простом народе. Хотите изменить все это, да? Хорошо, я вам дам один совет. Как это изменить? Если вы хотите все изменить, что-либо, своего сына, своего друга, своего мужа, сначала, чтобы это все изменить, примите. Если вы приняли все это, это называется доброта. Вот доброта меняет мир. То есть, если вы стали добрыми к этой стране, вы можете все, что угодно сказать с добротой, и это войдет в сердце к тем, кто должен это услышать. Вот так вы можете помочь. Если это в ваших правах и в вашей силе. Так вы можете помочь тем, кому можете помочь. Своему сыну, своему мужу, своему начальнику, если вы его уважаете и приняли. Вы можете ему сказать по-доброму, и он все поймет. Например, вы можете ему сказать, Василий Петрович, спасибо, что вы заботитесь обо мне. Вот вчера вы меня очень строго наказали, даже сказали такие слова, которые я не могу слушать. В следующий раз, если вы так же меня накажете, я тоже буду это принимать. Потому что вы очень хороший человек, спасибо вам большое. Что это значит? Что вы ему сказали? Вы ему сказали, что, Василий Петрович, вы начальник у нас, и мы вас воспринимаем как представителя Бога. Но вы вчера вели себя как подонок, обматерили меня. Но я все принимаю от вас, потому что я верю, что вы разумный человек и сможете исправиться. Видите, да, что было сказано? И как? И Василий Петрович в следующий раз никогда матом этого человека не покроет. Никогда. Почему? Потому что он услышал то, что по-доброму поменяло его сердце. Она как младшая обратилась к нему, не как старшая. Она его не воспитывала, а просто сказала обратную связь, что я принимаю все это, потому что для меня представитель Бога. Все нормально. Но эти слова мне не понравились почему-то. Наверное, я еще не доросла до того, чтобы их принять. Классно? Человек поменяется сразу. Или вы говорите, сыночек, мой дорогой, как ты думаешь, почему ты получил двойку? Если вы примете его, вы сможете поговорить с ним на эту тему без боли, без злобы, без напряжения, без давления. И он вам столько интересного расскажет. Он вам расскажет, что ему стало трудно учиться в последнее время, что училка немножко того. И вы поймете, что это правда. Понимаете, вы узнаете, что в этом предмете он вообще не может ничего соображать, потому что это его не природа, не его природа как бы учить этот предмет. Вы узнаете, что класс не тот, в котором он учится, потому что там много дебилов и так далее. Понимаете, то есть вы узнаете очень много интересного, просто потому что вы примете его двойку и его поведение. И вы потом будете думать, что дальше делать, как жить. Понимаете, у вас будет уже картина и объем работы. Понимаете, чаще всего на 60% случаев ребенок, когда получает двойку, он в этом не сильно виноват. Или вы сами виноваты, потому что вы по вечерам, вместо того, чтобы создать атмосферу, в которой ребенок будет учить уроки радостно, вы смотрите телевизор, болтаете по телефону, то есть вы отдыхаете и хотите, чтобы он совершал аскезу, направленную на обучение. Это самая тяжелая аскеза вообще. Ну создайте атмосферу, сами учитесь чему-то, сядьте рядом с ним, поучитесь своему, он своему, помогите ему. И он будет хорошо учиться. Ну вам по барабану, вы там как бы Харламова смотрите, хоккей, как бы Санта-Бериберду, 567 серию, надо посмотреть, какие уроки. Хорошо, тогда что вы от него хотите? У него слабый разум, он не может сам себя заставить учиться. Все. У вас же сильный, вы можете. Мы говорим сейчас с вами об отношениях. И мы говорим о том, что есть позиция старшего. Кто такой старший? Старший это тот, кто знает, что есть младшие. И это значит, что они могут делать глупости. И это для них нормально. Вот если, допустим, вы удивились, ты что вообще, своему ребенку, ты что вообще, ты понимаешь, что ты вытворяешь? Он не понимает. А ты понимаешь, что он не понимает? Если ты не понимаешь этого, то ты не старший. Я когда студентом был, изучал эту тему, у меня была соседка, вот удивительно, бывает же такое, ее дочка вот один в один, как она. Ну, один в один, вот и характер, и лицо, вот только просто маленькая копия своей мамы. Так похоже. И она ей почти каждый день говорила, в кого ты такая дура уродилась? Ну, причем не скрывая, она при всех, как бы при мне это, кричала на нее. Я думаю, так сложно понять, в кого. То есть мама не принимала ни свою дочку, ни себя. А надо принять, понять, в кого уродилась. Ну, в тебя уродилась такая дура. Что ты сама такая. Ну, и хорошо. Ведь хуже, когда ты бесплодна, и вообще никто не уродился. А если какая-то уродилась, то уже лучше. Есть с кем жить. Понимаете, вот прими свою дочку, как бы, супер, и она станет умнее сразу, разумнее. Потому что, когда кто-то кого-то принимает, доброта, вместе с добротой разум приходит в сердце этого человека. Благодарность за то, что его приняли. Таким, какой он есть. Допустим, если жена у вас истерит постоянно, постоянно вам мозги парит, примите ее. И она станет лучше. Она будет мозги вам парить понежнее. Помягче чуть-чуть. Или извиняться начнет. Вам прополоскало мозги, говорит, я от тебя уйду. А потом извинилась. Классно жить, правда? Так жить. Ну, то есть, вот эта позиция старшего нужна и в равных отношениях. У женой это равные отношения. Но если ты видишь, что у тебя близкого человека чуть-чуть крыша поехала, а у всех такое бывает. Так классно видеть. Вот у меня жена, иногда я нервничать начинаю, ей начинаю по лекциям говорить. Она такая смотрит на меня по-доброму. Пойдем отдыхать, ты устал. Знаете, так хорошо на сердце становится, что тебя понимает. Она не обращает внимания, пошла, как бы, все нормально. И мне так спокойно. Вот мне близкий человек меня понимает, что я устал. У меня крышу сорвало, и начал рассказывать, как правильно жить. А что еще делать, когда крышу срывает? Признаться же себе трудно, что ты устал просто. Позиция младшего, что такое? Позиция младшего означает, одна только истина, что ты точно можешь неправильно понимать ситуацию. Кажется внутри, что точно ты правильно ее понимаешь. Но позиция младшего означает, что это возможно. Например, когда я извиняюсь перед своей женой, я всегда извиняюсь перед своей женой, даже если чувствую десять раз, что она не права. Я подхожу к ней и говорю, извини, я виноват. Почему я это делаю? Потому что я знаю, что если я это сделаю, то я узнаю какую-то истину, которую я сейчас не знаю. В тот момент, когда она меня простит. Когда она меня прощает, я вижу ее правду. Не свою неправду, а ее правду. И когда я ее правду увидел, я вижу также какую-то часть своей неправоты. Потому что я не учитывал ее правду в этот момент. Когда вел себя с ней плохо. Понимаете? Ее правду можно узнать только ты, если ты извинился. Тогда тут мир перед тобой становится шире. Перед тобой раскрывается та истина, которую ты не сможешь сам понять. Это называется позиция младшего. Что такое позиция младшего? Человек всегда признает тот факт, что он чего-то может недопонимать. И вот у вас у всех есть это знание позиции младшего. Если бы у вас не было этого знания, вы бы здесь на лекции не сидели. Но если я читаю лекцию, это не факт, что у меня есть позиция младшего. Это может быть проверено, когда мне кто-то читает лекцию. Понимаете, о чем я говорю? Это мудрость. Человек готов признать, что он может чего-то недопонимать в жизни. Это суперная мудрость вообще. Все эти позиции младшего, старшего и равного. Что такое позиция равного? Это когда вы можете говорить с кем-то о очень глубоких вещах, открывать свое сердце. Но этот человек должен быть достоин этого. Иногда вы приходите с лекции, начинаете к своему мужу, к своей жене, говорить об очень высоких вещах. И разрушаете свою веру в это во все. Почему? Потому что вы обратились с сокровенными вещами не туда. Не болтайте то, что в вашем сердце заложено, не болтайте всем подряд. Говорите только с теми, кто идет тем же путем. Берегите свою веру, она как маленький, нежный, хрупкий росток. Что это означает? Вы поговорили с своим мужем о важности пробежки, допустим. Он вам сказал, да это все фигня. Вот я знаю другую теорию, что надо ходить с палками. Вы на следующее утро уже не побежите. Почему? Потому что на тонком уровне ваша вера разрушена. Вы продолжаете знать, что это надо, но у вас не будет уже энтузиазма, потому что кто-то его перебил. Поэтому не надо никому ничего болтать. Вы послушали лекцию, вот живите с этим сами. Если найдете человека, который также живет, клубы благости есть, пожалуйста, приходите, общайтесь на эту тему. Тогда ваша вера будет крепнуть. А когда вы уже почувствуете, что вам никому ничего не надо доказывать, в этот момент ваша вера стала сильной и непреклонной. Запомните. Вот, допустим, человек курит, ваш знакомый, а вы бросили. И в тот момент, когда вам уже не надо доказывать ему, что курить вредно, плохо, в этот момент, значит, вы можете ему помочь, и это значит, что вы уже победили эту привычку. Пока вы чувствуете, что вам надо всем что-то доказывать, это значит, что вы сами еще не укрепились в вере. Вот мне, допустим, если кто-то скажет, Олег Геннадьевич, ты, ну как бы, неправильно сам живешь, всем проповедуешь, ты сам неправильно живешь. Я не буду ему что-нибудь доказывать, этому человеку. Почему? Потому что я не чувствую, что я должен что-то доказывать. Все понятно? Зачем что-то доказывать? Все и так ясно. Вот, допустим, если на вас собака гавкает, вы будете с ней гавкать, перегавкиваться? Нет. Потому что все и так ясно. То есть она на своем мнении находится, потому что у нее такое сознание. Все. Она что-то свое увидела, гавкает, боится тебя как бы. Ну, это ее восприятие мира. Также относитесь к людям. Людей может быть свое восприятие. И вы должны понять, что если вы реагируете на это, значит, ваше знание, ваша вера слабы. У вас нет силы внутри. Что такое сила и вера? Я вам сейчас расскажу. Один очень возвышенный человек считал, что пророк Мухаммед, он ведет людей не туда, и он решил на благо всех людей его убить просто. Ну, как бы, зайти к нему в гости с мечом и разрубить его просто. И когда он пошел туда с мечом, то охранник, верный человек Мухаммеда, он сказал ему, отдавай меч, и потом можешь идти. Тот говорит, я всегда с мечом хожу, потому что такая у меня культура, такие правила. Я вам обещаю, что я ничего, ни плохого не сделаю. И тот сказал, отдавай меч, иначе я у тебя его выхвачу. Ты не сможешь туда с мечом пойти. И тогда вышел пророк Мухаммед, или Мухаммад, или Магомед, как он так, все это разно называют. И он ему сказал, святому охраннику, не трогай его, пусти его с мечом. Тот зашел с мечом. И пророк сказал ему, ну, сделай то, что ты хочешь. Не надо никаких скуплений. Я знаю, зачем ты сюда пришел. И так как тот был очень возвышенный человек, он спросил, а почему, если ты знаешь, не остановил это все? И тот ему ответил, потому что я знаю больше, чем ты знаешь. Я знаю, что у тебя очень чистое, светлое сердце, и ты увидишь истину саму. Ты не будешь совершать ошибку, потому что Господь очень близок к тебе. И тот, когда услышал его, он понял, что он увидел пророка перед собой. и принял эту веру. И это был человек, самый приближенный потом к пророку. Он стал вторым халифом, понимаете? То есть, вторым наместником, наследником пророка после его ухода. Он хотел его убить, этот человек, понимаете? И тот его пустил к себе. Что это значит? Это значит, чувство истины может быть настолько сильным, что оно может быть сильнее смерти, страха смерти. Человек может знать, чувствовать истину, как она будет. Такова эта сила, бесконечная сила, ощущение истины, бесконечно сильное может быть в сердце, если человек приближается к Богу. Поэтому в жизни ничего не бойтесь. Бойтесь только того, что вы не находитесь слишком близко к этому свету, к этой силе. Вам не хватает этого. Вот в этом сомнение, трудности, слабость, невозможность что-то преодолеть, значит, вы не наполнены. У вас не хватает внутренней силы. Эта сила достигается с помощью памяти. Продолжение следует... Продолжение следует...